Редактор субтитров А.Семкин Жанна, постой! Постой! Я тебе сказала, отвали! Сколько раз я тебе говорила, что между нами все кончено! Ты не можешь со мной сейчас так поступить! Почему нет? После того, что между нами было, ты что, бросаешь меня? А что между нами такого особенного было? Как что? Любовь? А еще что? Я тебе говорила, что мне надоело положение, не пойми кого! Я говорила, что я хочу определенности! Ну, Жанна, ну кому нужны сейчас эти штампы в паспорте? Да пошел ты! Будет он мне тут сказочки про любовь рассказывать! Сказочник! Жанна, я... Нет! Да ты даже не выслушала, что я хотел тебе сказать! Ничего нового я от тебя не услышу! Завтра вернешь ключи от моей квартиры! Жанна! Господи, ужас-то какой! Помогите кто-нибудь! Помогите кто-нибудь! Жанна? Нет! Как же так, Жанна? Зачем? Что же творится-то, ведь совсем молодая! Подождите! Так это же... Это же вы сейчас с ней ушли! Что же вы с девушкой-то сделали? Я ничего не сделал, вы ошибаетесь! Ага! А то я не слышала и не видела, как мы тут ругались на всю улицу! Только она теперь разбилась, а вы из подъезда вышли! Нет, что вы! Вы не так все поняли! Так вот! Да я сейчас полицию позову! Я молчать не буду! Я все расскажу! Да, да что ж такое? Алло! Алло, полиция! Приезжайте скорее! Вчера погибла моя девушка, Жанна Тронова. Мы с ней поссорились. И она потом ушла к себе в квартиру. Ну, лифт где-то застрял наверху. Я решил спуститься по лестнице вниз, ну и отдышаться. А когда вышел, она уже выпала из окна. Так, а вы с Жанной из-за чего поссорились? Ну, она вчера мне позвонила. Предложила встретиться, поговорить. Ну, я решил сходить в кафе с ней. А когда мы встретились, она сразу начала говорить, что в наших отношениях больше нет будущего. И попросила вернуть ключи от квартиры обратно. Так вы ключи и вернули? Да нет, не было у меня с собой ключей. Дело в том, что ключи с фонариком-брелком. Там батарейка села. Ну, я решил батарейку поменять. Ну, и бросил ключ вместе с фонариком в верхний ящик комода. Вот, а потом замотался и забыл. Так вот, Жанне-то обещал потом отдать. Насколько я понимаю, о самоубийстве не может быть и речи. Ну, конечно же нет. У нее не было никаких причин сводить счеты с жизнью. Вы знаете, а это значит, что ее кто-то выбросил из окна. А полиция, полиция подумает, что это сделал я. Я ведь выходил уже после того, как она выпала. А вас кто-то видел? Видела. Соседка во дворе. Она как меня увидела, так сразу начала об меня обвинять. Ну, я взбесился и убежал. Итак, наш клиент Константин Савельевич Никитин. 47 лет. Бизнесмен. И, судя по всему, преуспевающий. Что, так и пишут про себя в интернете? Ну, знаешь что, Дима? Если человек катается на Мальдивы, как к себе домой, и машина меняет, как перчатки, я делаю вывод, что он не бедствует. А если на снимках у него фигурирует то одна девушка, то другая, я делаю вывод, что он еще и бабник. Ну да, похоже, ты прав. Опять же, если судить по снимкам, он познакомился с жертвой всего полгода назад. Константин, а почему Жанна решила с вами расстаться? Она это как-то объяснила? Да она обиделась, что я в ЗАГС не веду, а статус любовницы ей надоел. Но если вы были в нее влюблены, почему же не сделали ей предложение? Да дело в том, что у меня есть гражданская жена. Надя Брилевич, фотограф. Мы с ним прожили уже четыре года. У нас двое детей. У меня фотография где-то есть. Игорь Петрович решил установить в квартире клиента скрытую камеру. Вот. А выглядите как вполне счастливая семья. Ну, мы с ней больше не живем. Я даю только деньги на детей. Вот. Ну, у нас хорошие, прекрасные отношения. Теперь вы понимаете, почему я не могу решиться на... женить бы с Жанной. Честно говоря, не совсем понимаю. Да женщинам только и нужен этот штамп в паспорте. А зачем он им нужен? Можно жить и так, любить друг друга, общаться безо всяких бумажек. Вот возьмем меня, к примеру. Зачем мне жениться? Меня и так все устраивает. Скажите, а вот ваша гражданская жена с Жанной в каких отношениях? Да ни в каких. У меня много было женщин, и Надя про них все прекрасно знала. И уже привыкла. Ну, конечно, она знала и о Жанне, но никогда с ней не общалась. Так. Так, а это страница жертвы, да? Так, Жанна Тронова работала менеджером в магазине одежды. Выкладывала селфи, фото из путешествий, но не упоминала о личных делах. А родня? У нее есть младший брат, Денис. Родители их погибли в автокатастрофе год назад. Ну, собственно, и все. Не густо? Да, не густо. Я боюсь, что в смерти Жанны обвинят меня. И поэтому я хочу узнать, кто ее убил. Разумно. А вы кого-нибудь подозреваете в убийстве? Я долго об этом думал. Может быть, это тот, другой. Другой? А что, кроме вас, у Жанны еще кто-то был? Видите, в чем дело. Последние полтора месяца Жанна сильно переменилась. Мне казалось, что она меня с кем-то сравнивает. И это сравнение не в мою пользу. Вероятно, вчера она сделала свой окончательный выбор. То есть, вы хотите сказать, что этот кто-то мог находиться в квартире Жанны, увидел вас в окно и преревновал? Как вариант. Скажите, а сколько времени вы спускались по лестнице? Ну, например, вы шли медленно, быстро, через ступеньку перескакивали. Ну, я думаю, минуты две. И видите, в чем дело. После ссоры с Жанной у меня сильно закололо сердце. Вот даже как. Да, и мне пришлось сделать остановку между этажами. Я прислонился к стене, чтобы отдышаться. Так что, ну, в общей сложности, ну, минут пять, не больше. Так вы возьмете за это дело? Возьмусь, но при одном условии. Вы немедленно отправитесь в полицию, расскажете о вашей встрече с Жанной. Да, Игорь Петрович. Да, поняла, я выезжаю. Сейчас. Тебе. Да. Да, хорошо, Игорь Петрович, я понял. Да, сразу же вам отзвонюсь. Угу. Ну что, особое задание? Да, поеду в дом жертвы. Нужно засечь по времени, сколько занимается спуск по лестнице. Ну, ладно. Удачи. А вы кого-то ждете? Да вроде нет. Что вы себе позволяете? Так, так, спокойно прекратите. Кто ты такой, черт возьми? Я жених Жанны Троновой. Ты встречался вчера с ней. Она хотела сказать тебе, что между вами все кончено. Да не держите меня. Что ты ей сказал, что она выбросилась из окна, а? Это не самоубийство. Ага. Ты не смирился с тем, что она уходит, да, и решил, что она будет либо твоя, либо ничья, да? Ты что, с ума сошел? Я любил Жанну. Я до сих пор места себе не нахожу, после того, как она умерла. Так, спокойно. Вас как зовут? Виктор. Виктор Соколовский. Что случилось? Почему она умерла? Откуда я знаю? Но это не самоубийство. Она не могла сама выброситься из окна. А кто ей помог? Я думал, что это ты. К детективам обратился Константин Никитин. Накануне он поссорился со своей девушкой Жанной Троновой, и она не впустила его в квартиру. Никитин, не дождавшись лифта, спустился по лестнице, а когда вышел из дома, увидел, что Жанна выпала из окна и разбилась насмерть. Никитин просит детективов выяснить, что произошло. Ты офигел, что ли? Мы планы строили, как в свадебное путешествие поедем. Почему я остался на этом вонючем совещании и не дождался ее у дома? А есть предположение, кто мог быть в обиде на Жанну? Если только Денис. Ее брат? Хотя она была с ним в ссоре. А он не мог ее выбросить из окна? Ведь он ее винил в смерти родителей. Потому что она была за рулем, когда случилась эта авария. Вы это серьезно? Серьезно, некуда. Она убеждала его, что это был несчастный случай, но он не верил. Да нет. Жанна говорила, что Денис слабак. И на серьезные поступки не способен. У него, кстати, была сожительница. Жанна рассказывала, что какая-то баба приставала к ней неделю назад. Все сходится. Нужно найти, где они живут. Я выбью информацию. А я знаю адрес Дениса. Я как-то Жанну подвозил, она хотела с ним помириться. Улица Жуковского, 47, квартира 16, точно. Я, пожалуй, пойду. А вы, Константин, помните о своем обещании. Конечно. Но вы держите меня в курсе. Хорошо. Договорились. Игорь Петрович, ну что, я, как вы и просили, провел эксперимент. Так вот, сверху я спускался минуту 45 секунд. Ясно. А оставшиеся три с половиной минуты, это когда у клиента сердечко прихватило, и он стоял между этажами. Знаете что, если честно, на месте полиции я бы решил, что он просто придумывает отговорки. А на самом деле вытолкнул любовницу в окно. И потом он же придумал эту историю, как он шел вниз пешком. Свидетелей-то все равно нет. Ага. Тогда у меня для тебя задание будет. Запоминай адрес. Улица Жуковского, дом 47, квартира 16. Там проживает брат жертвы Дениса и своей подругой. Да, запомнил. Ну и что дальше? Жених жертвы? Некто Виктор Соколовский живо заинтересовался этим адресом. Собираюсь туда поехать. Я его фотографии тебе скину, ты за ним проследи и посмотри, что он там делать будет. Давай. А это кто? А это жених жертвы. Тот, на который он применял нашего клиента. Молодой. Симпатичный. А это гражданская жена нашего клиента. Однако бурная у него личная жизнь. Знаю, что ревность во все времена была самым мощным мотивом для убийства. Давай посмотрим, о чем они с Никитином разговаривать будут. Сейчас. Привет. Привет. Прости, я тебя не ждал. На тебя это похоже. Я же говорила, что зайду за деньгами. Ага. Да. А сколько я тебе должен? Мне? Угу. Костя, ты не мне должен, ты детям своим должен. Я хочу, чтобы у них было все самое лучшее, а ты нам ни копейки не давал в последнее время. Надь, ну ты же тоже зарабатываешь. Ты не сравнивай свой уровень заработка и мой. К чему все эти разговоры? Ну хорошо, извини. Вот, возьми. Мне сейчас не до чего. Что случилось? Жанна погибла. Выпала из окна. Боже мой, какой ужас. А ты, кажется, был в нее влюблен? Да, был влюблен. Да только она хотела от меня уйти. Вот так-то. Да. Значит, все было зря. А, давай-ка ты заезжай к нам. Повидаешься с детьми. Сегодня или завтра. Или в свободное время. Костя, ты знаешь, что ты всегда можешь на меня рассчитывать. Мы же твоя семья и опора. Ага. Пока я вам деньги даю. Слушай, почему ты все время все сводишь к деньгам? Непонятно. Ну ты же сейчас пришла из-за них. Не так ли? А до меня тебе нет никакого дела. Слушай, я много раз тебе предлагала жить как нормальная семья. Ты и я, и дети. У меня никого нет, а у тебя все время вечные бабы. А мы сто раз это уже обсуждали. Я тебе ничего не обещал. Не обещал. Деньгами помогаю? Помогаю. Ну сколько тебе раз говорить, что я тебя больше не люблю? Сколько раз говорить тебе, что у тебя никого нет, кроме меня и детей? Ну знаешь ли. Так, ладно. В общем, если ты передумаешь и решишь навестить детей, то знаю, что мы тебя будем очень рады видеть. Вот что, сейчас выйдет Надежда. Ты проследи за ней. Если получится, камеру у нее в квартире установи. Хорошо. Ну, я пошла. Давай. В виде колебания клиента Лукин подумал, что он трусит. Игорь Петрович решил проследить за Никитиным, чтобы убедиться, доедет ли он до полиции. Игорь Петрович. Игорь Петрович. Алло. Да. Да. Слушай, я сейчас в магазин. Часа через два к нам подходи. Все хорошо? Денис дома? А вообще-то он в Швеции третью неделю уже. Ну, в принципе, ты можешь ему позвонить или по электронке написать. Или вообще подожди, пока он на похороны вернется. На похороны Жанны, да? Да. А ты вообще кто такой? Я Виктор. Ее жених. Это ведь ты с ней ругалась тогда, да? Да. В начале месяца. Ну, ты же знаешь, что Денис с сестрой перестал общаться, потому что считал, что это она виновата в смерти родителей? Да, я слышал. Ну, вот. Но по мне так родители сами виноваты, пристегиваться надо было. Ну, а Денис обвинил, что это она плохой водитель. Это вместо того, чтобы тащить ее за руку в суд и требовать свою долю наследства. Наследство? Ну, да. Жанка-то после смерти родителей поселилась в шикарной квартире, а Денис как жил, так и живет в однушке своей бабушки. Так ты из-за этого ее убила, да? Чтобы вы с Денисом жили в ее квартире, да? Ты в своем уме вообще? Жанка на голову выше меня еще и спортом занималась. Это неизвестно, кто кого бы еще в окно выкинул. Ну, не знаю. Мало ли. Ладно, нужно эту историю рассказать минутам. Пускай они разбираются. Эй, подожди. Не надо. Денис, конечно, не любил сестру, но если меня еще начнут подозревать, меня вообще бросят тогда. У тебя есть ключи от квартиры Жанны? Да. Денис на столе лежит. Мне нужно кое-что забрать из ее квартиры, а дубликата у меня нет. Она обещала мне сделать, но так и не сделала. Давай, предлагаю договор. Я не рассказываю про вашу маленькую ссору ментам, а ты поможешь мне кое-что забрать из ее квартиры. Не нравится мне все это? Ну, тогда пойду рассказывать эту историю ментам. Да подожди ты! Сейчас покупки положу и пойдем. Игорь Петрович, жених Жанны собирается проникнуть в ее квартиру, что-то там забрать. Даже попросил помощи у любовницы ее брата. Что мне делать? А, ехать в квартире Жанны и караульте их там? Ну да, я понял. Хорошо. Девушка, стойте! Да подождите! Послушайте, я вам уже говорила, я ни в какую программу не звонила. Подождите, ну как-то вы не звонили, как-то вы не звонили. Нам сказали ваш адрес, еще сообщили, что вы хотите пожаловаться на соседку. Какую соседку? Так у вас бабушка завела 20 кошек и собак. Вы что, не помните? В общем, ладно, разговоры в сторону. Вы лучше скажите, где вы будете давать интервью. Если здесь, я думаю, что в съемочной группе здесь будет тесновато. Девушка, подождите, я совершенно не понимаю из того, что вы говорите, ничего. Я не звонила ни в какую программу. У меня нет сумасшедшей соседки. И вообще мне совершенно все равно, кто сколько кошек держит. Так подождите, вы что, серьезно не звонили? Да. Ну вот, нас опять разыграли. Простите, пожалуйста, у нас такое бывает. Извините, ради бога. Ничего, бывает. Но все равно, если вы захотите на кого-нибудь пожаловаться, или у вас есть какая-нибудь интересная тема для разговора, вы нам звоните, к нам в программу, нас смотрит вся область. К детективам обратился Константин Никитин. Накануне он поссорился со своей девушкой Жанной Троновой, а буквально через пять минут Жанна погибла. Кто-то выбросил ее из окна. Никитин просит детективов выяснить, что произошло. Чего ты возишь это так долго? Слушай, дверь опечатана, а я на такое не подписывалась вообще-то. На словах-то ты крутая, на деле-то пшик. Давай ключи, я сам попробую. Да надо, подавись. Ключ не тот. Да как не тот-то, если тот? Ну если он не подходит. Слушай, они замок поменяли, тот-то поменьше был. Точно Жанка замки поменяла после ссоры с Денисом. Чтобы он сюда не попал? Ну да. Слушай, я вот только одного понять не могу, а ты чего мне в квартиру-то лезешь, а? Деньги старичь хочешь? Ты за кого меня вообще принимаешь? За кого-за кого? За мужика, который в чужую квартиру лезет. Тьфу ты. Только между нами. Мы с Жанкой как-то резвились. И сняли секс-видео. Ну чисто для нас. А тут сейчас следствие начнется. В ее вещах ковыряться. А я не хочу, чтобы менты видели это видео. Че ты жжешь? Че ты жжешь? Жеребец. Слушай, а ты чего в этой Жанке-то нашел, а? Чего вообще вы, мужики, в женщинах ничего не понимаете? Да. А у полиции уже все сложилось. Так вот, как только наш клиент пришел в полицию, его сразу задержали. Ну, а у Виктора алиби я проверил. И тем более, если бы у него был ключ, он бы не стал светиться искать Куйкова. А мне вот все-таки никак не дает покоя ссора жертвы с любовницей брата. Может быть, Жанну убили из-за этого? Ну, Куйкова сказала, что поссорилась с Жанной в начале месяца. Это больше двух недель назад. А Никитин сказал, что Жанна с какой-то женщиной ругалась неделю назад. Может, это Надежда? Ну-ка, посмотри, что у нее происходит. Сейчас. Вот. Ты чего не ешь, Сень? Угощайся. Как у Ванечки дела? Держится. Сын у меня стойкий. Весь в меня. Я сегодня ему звонил, сказал, что скоро папа приедет и тебя вылечит. Да, если бы не твои деньги, хоть в петлю лезь. А теперь у парня шанс появился. Ты-то как? Да. Костя весь извелся из-за этой бабы. Она бросить его собиралась, представляешь? Да ну. Прям обидно смотреть. Вечно у нее то одна, баба то другая. Вот он их раньше бросал быстро. А с этой жанкой что-то закрутился. Забыл и про детей, и про меня, и денег стал давать со скрипом. Ты же сказал, успел ее прописывать, когда вы на улице встретились. Ага. Я ей слово, она мне два. Прям издевалась надо мной. Говорит, что мне надо искать другую дойную корову. И говорит, хотя я уже немного старовата, то, возможно, какой-то дурак на меня польстится. Я должна была это слушать, представляешь? Теперь она ничего не скажет. А Костя твой и только твой. И тебя же никто не подумал, что ты ее убила. Да нет. Я была на студийной съемке, там человек сорок меня видел. Ладно, давай ты потом позвонишь и расскажешь мне, как у Ванечки дела. Хорошо. Ну и ты нас не забывай. Интересно, что это за сеня такое? Вот вы и выясняйте. А я попробую договориться о встрече с клиентом. Ну, вы рассказали следователю, ну, как в подъезде стояли, что сердце вас прихватило. Почему? Ничего этого не было. Как не было? Я хочу, чтобы вы прекратили дело. Не надо никого искать. Вы хотите сказать, что… Жанна погибла из-за меня. Зря я вас в это впутал. Ну, может, я могу для вас что-то сделать? Нет. Хотя… Вы не могли бы мне принести Библию. Нашел я информацию про этого Сеню. Арсений Брилевич – двоюродный брат Надежды. Живет в соседней области. Собирает деньги на лечение сына. Продал машину. Сейчас продает дачу. Ну, это очень благородно со стороны Надежды, что она ему помогла. А у нас плохие новости. Клиент отказался от наших услуг. Убийство решил взять на себя. Это ничего себе. У меня такое ощущение, что он кого-то покрывает. Ну-ка, включи запись. Хочу посмотреть, что происходило в квартире Никитина до того, как он пошел в полицию. Игорь Петрович, ну там ничего интересного не было. Сначала была ссора с Виктором. Потом пришла Надежда. Потом Никитин собрался ехать в полицию. Но у него разрядился телефон и очень долго искал зарядку. В общем, ничего особенного. Давай смотрим. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. А почему ключ оказался не на том месте? Ведь клиент все время говорил про верхний ящик. А сейчас ключ лежит в нижнем ящике. Это же тот самый ключ с брелоком. И то, что лежит не на месте, очень задастил нашего клиента. Думаете, в этом разгадка его поведения? Кажется, я понимаю, в чем дело. Алло. Здравствуйте. Это Надежда Брылевич. Хочу вам сообщить, что Константин Никитин арестован за убийство Жанны Троновой. Вчера вечером соседи видели, как он провожал ее до самой двери. Слушай, нам нужно срочно встретиться. Что значит, ты не можешь? Черт возьми, я куплю тебе другой билет. Только выслушай меня. Так, все, жди, я сейчас подъеду к тебе. Все, жди. Ну все, оставайся на месте. Мы с тобой поехали, по дороге в полицию позвоним. Надя, я что-то не понял. Что ты меня позвала? Нельзя было по телефону поговорить? Нет, Сень, Василий. Костю задержали, и все из-за тебя. Ты что, не мог подождать, пока он подальше уйдет? Ты же сама сказала, он будет допоздна на работе. Да, он мне точно так же сказал. Иногда соврал. Побежал к этой потаскухе. Ты не мог отследить? Я ничего не слышал. А через двери смотреть не обучен. Тем более она одна пришла. Зачем я тебе заплатила? Я украла ключ, я сделала дубликат. Я все подготовила, а ты все провалил. Нет, я сделал все, как ты сказал. Зашел в квартиру, оглушил ее, выбросил в окно, и ты говоришь, все неправильно сделал. Вот именно. Нет, Надя, я тебе говорил, я не убийца. Если бы не Ванечка, даже за сто миллионов не согласился бы человека убивать, а ты говоришь, все неправильно сделал. Ксения, да все пошло не так, и теперь только ты все можешь исправить. Послушай, вот я дам тебе денег, здесь много, здесь хватит на лечение. Здесь хватит, наверное, несколько лет безбедно жить. Слушай, ну ты должен сделать одну вещь, ты должен пойти в полицию, не смотри на меня, ты так должен пойти в полицию и сказать, что ты, в общем, сознатся в убийстве. Но меня же посадят. А у меня Ванечка больной, с кем я его оставлю? Я позабочусь о твоем сыне. А ты сделаешь, ты сделаешь, как я тебя прошу, да? Нет, я на это не подписывался. А тогда, тогда я пойду, сама я все им расскажу. И пойдешь, как соучастница. А я скажу, что-то ты меня вынудил, что ты угрожал моим детям, заставил меня украсть ключ, хотел ее ограбить. Надя, Надя, не оставляешь, ты мне выбрал совсем. Послушай, здесь очень много, я оплачу адвоката, может быть, там повезет, и ты всего несколько лет отсидишь. Несколько лет? Это для тебя несколько лет, а для Ванечки может быть целая жизнь. Ладно, деньги – это хорошо. А свобода и деньги еще лучше. Если я тебя убью, то у меня с этим делом вообще никто не свяжет! Олядь, отпусти ее! А-а-а! 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 Пройдемте. В тот же день Никитина отпустили из СИЗО, и Лукин привез его в свой офис. Вы обо всем догадались, когда увидели, что ключи лежат не на месте. У вас в квартире идеальный порядок. Вы сразу поняли, что ключи кто-то брал. И это как-то связано с убийством. А кто мог взять ключи? Только один человек. Всю жизнь мне эта баба испортила. Хочет меня ни с чем оставить. Нет бы твоих проблем. У меня сын умирает, а денег на операцию нет. Сеня, мы могли бы друг другу помочь. Как это? Если ты меня от нее избавишь, я дам денег на операцию твоему сыну. Избавить это... Убить. Убей ее, и твой сын будет жить. Нет, Надя. Сень, ну сам подумай. Жизнь за жизнь. Чем ты рискуешь? Ничем. Тебя с ней никто не свяжет. Я сама бы ее убила, честное слово. Если бы меня первые не стали подозревать. Нет. Как я? Я не могу убить человека. А ты подумай о Ванечке. Подумай, ведь ему нужны эти деньги. И потом ты же не человека убьешь. Ты мерзкое насекомое раздавишь. Я не знаю, как я убью человека. Как я это сделаю? У Кости есть ключ, это ее квартира. Я тебе все расскажу, как нужно сделать. Ты мужик крепкий, она тебе хлопот не доставит. Я был в ужасе. Я решил, это Надя вытолкнула Жанну из окна. Из ревности, а может из отчаяния. Я не мог лишить своих детей матери. И поэтому ничего мне не сказали. Я решил, что должен поднести наказание. И это было бы правильно. Вынужден с вами не согласиться. За убийство должен отвечать тот, кто это убийство совершил. Хотя и с вас это вины не снимает. Если бы вы не вели себя так эгоистично со своими женщинами, Жанна Тронова была бы жива. Обвинения с Константина Никитина были сняты. Надежда Брелевич и ее двоюродный брат Арсений осуждены за убийство Жанны Троновой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok